И прежде всего, как выяснилось, доработки требуют воспитания самих рязанцев. Гамаки, которые так полюбились гостям парка, уже сломаны, столбы вырваны с корнями, а основания порваны. Парк уже открыт неделю, уже видим и отзывы людей, что все нравится. Тем не менее, мы просим тоже людей обращаться с этим бережно. Вот уже видим, что спустя буквально неделю сломаны гамаки. Хочу напомнить, что у нас на всей территории парка установлено видеонаблюдение. Мы все прекрасно видим, как ломается оборудование, из-за чего ломается оборудование. Еще раз призываем рязанцев к бережной эксплуатации объекта. Починить подрядчик обещают быстро, но беспокойство вызывает другое – отношение к общему. Ведь никто не помешает тем же вандалам сломать еще что-то. Вот гамаки, не надо на них садиться по 15-20 человек. Жалейте труд людей и уважайте себя. В данный момент мы их демонтировали, потому что их погнули, вырвали из земли. На данный момент мы углубляемся и также бетонируем их, чтобы они были устойчивы. Сегодня мы все это установим 4-5 дней, чтобы бетон застыл основательно. И тогда, пожалуйста, гамаки в вашем распоряжении. Люди старались, люди хотели для нашего города сделать красиво. Всем это очень сейчас нравится. Ну, очень большая просьба, что просто жалеть. Это все делалось для рязанцев, для гостей города. Так что давайте сохранять. Это все наше. Большая радость для юных экстремалов. Скейт-парк – специальное покрытие, во-первых, делает приземление мягче, а во-вторых, сдерживает шум. Но это не отменяет того факта, что соблюдать технику безопасности обязательно. При нахождении на площадке непременно нужно надеть защиту, минимум на коленники и шлем. Как мы видим, этими правилами большинство пренебрегает. Перед входом на сооружение установлено правило пользования. Даже сейчас мы видим, что катающиеся не все экипированы в шлемы, на коленники, на локотники. Тем не менее, просьба и к детям, и к родителям, кто здесь катается, кто использует это сооружение, еще раз прочитать правила и ответственно к этому относиться. Благоустройство бульвара выполнялось в рамках двухгодичного муниципального контракта. Началось в сентябре прошлого года, а завершиться по плану должно было в конце сентября. Но сроки сократили и в последний летний месяц сделали настоящий подарок рязанцам. Проложены тропинки, сделано освещение и велодорожка, спортплощадка, постелен газон, организованы клумбы, высажено немало деревьев. Часть деревьев, которые сейчас уже видим, что они засохли, конечно, будут пересажены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Кроки не готовы обозначить, потому что все-таки ждем, что часть видим, что отойдут. Преображение продолжится уже в этом сезоне в планах благоустройства отрезка от цирка до Кремля. А к следующему разрабатывается большой проект благоустройства территории от Спартака до Центрального парка культуры и отдыха.